В этом году 12 апреля для нас особый день космонавтики. Встречаем и праздник, и Марину Василевскую. Космос. Во-первых, это красиво, а еще престижно, интересно и перспективно. И это особая тема выпуска. Я Александр Злобин, это наше время. И сегодня у нас в моде вот такая форма. Так что вперед и вверх. Быть первой. Все мы об этом думали, мечтали, свершили. Не просто космос. Но и политика высоких орбит. Спасибо вам за космос. Мы готовы включиться в вашу программу. Режим форсажа для промышленности. Кто тянет? Полностью сформировали портфель экспортных заказов. А кто тормозит? Времена, когда за забор выбросил, и тут пришли, купили ваш трактор, давным-давно закончилось. Почему? Дело не только техники. Министерский ответ. Мы приступили к строительству целого завода. Вот так встречали в Минском аэропорту после дальней командировки Марину Василевскую, которая не нуждается в представлении. Она настоящий герой по сути, а теперь еще и герой Беларуси. Официально. Марина, номер один. Первый космонавт в современной истории страны. А ее портрет, ее улыбка тоже, можно не сомневаться, вскоре появится на страницах школьных учебников. Ведь и будущее поколение должны знать об этом полете на орбиту. Но космическая глава страны только начинается. Путь проложен, по нему пойдут и другие. Единица, цифры победителей, сегодня будет встречаться часто. Первая и первые. Награды и переживания. Встречи в Минске и в Кремле. Космос и политика, безопасность и экономика. Двухсерийные переговоры с Путиным и несколько раундов. Спонтанное в общении с российскими журналистами. Все это события дня космонавтики и четверга, который ему предшествовал. Глобальные космические перспективы Минской, Москвы и детали, которых никто не заметил, кроме Игоря Тура. Мой коллега все это время был рядом с первыми и не упускал их из виду. Был практически вторым. И вот его итоговый репортаж. Две недели, по крайней мере, жили одним лозунгом, одной идеей. Космос наш. И космос точно не тема для поверхностного понимания. Марина Василевская во всех смыслах герой Беларуси. Александр Лукашенко тоже герой, сумевший пролоббировать в Кремле полет первой суверенной белорусски. Но эта миссия на МКС не была для страны рывком с Земли к звездам. К ним мы подбирались уверенно и стойко. Конечно, мы гордимся нашими земляками, всеми, кто в разные годы приносил славу своей родине, развивая космические технологии и покоряя космос. Дело не в Петре Климуке, не в Олеге Новицком и не в нашем спутнике на орбите. Дело в экономике, которая всегда главная. И в нашей экономике всегда находилось место для космических и околокосмических проектов. Как бы ни было сложно, мы сохраняли компетенции и знания. Они в атомной отрасли помогли нам запустить АЭС в сельском хозяйстве, построить БНБК, в энергетике замахнуться на электроавтомобиль. Сохранять их, когда хватало задач, нужных сейчас, и когда, откровенно говоря, не всегда хватало финансов, было нелегко. Но у нас был и есть лидер, который первый в амбициях. Я знаю, что такое быть первым. А это еще и стоять на своем, когда или весь мир против, как в коронавирус, или против хотя бы скептики, которых хватает. От Минска в Москве с 94-го года слышали. Мы, братья, в нужный момент мы это докажем. Порой в обратном направлении звучало, что нужным этот момент может быть только для маленьких нас. Но вот уже второй год то, что говорит Минск, Москва и слушает, и слышит, а еще и видит на деле. Равные условия для субъектов хозяйства нет. Вот что нам надо. Сегодня вы, наверное, поняли, россияне, что белорусы многое могут. Раньше этого не видели. Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам. И счастье двух государств из одного народа в том, что нужность определяют опытные стратегии. Конечно, космос важен в моменте, особенно для Беларуси. И война на Украине важна, особенно для союзного государства. Но и первое, и даже второе, при всей важности военной победы ради сохранения государственности, уступают по важности экономике, потому что она решает проблемы будущего и даже их не допускает. Мы решили посвятить некоторое время отнуждению вопросов экономики. Александра Лукашенко и Владимир Путин об экономике наверняка говорили долго. Их публичное заявление чаще то, что интересует аудиторию сегодня, но что с высокой вероятностью теряет значимость завтра. Не прошло и 48 часов после и их заявлений о возможности мира в Украине, и вопросов о том же белорусскому президенту от московской прессы, а вспыхнул Ближний Восток. И вспышка эта сильно влияет на расклады по Киеву. А вот стратегия экономическая – это стабильная союзная цель. Кредиты, которые были выделены под совместные проекты Российской Федерации, 100 миллиардов, помните? Да, помню. 80 с лишним уже. Под промышленные проекты. Да, 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 совместно. Да. Уже 81 миллиард проекты начинают работать, и заводы строим, и так далее. Хотя понять можно и коллег, живущих в режиме военной пропаганды, и аудиторию двух стран, для которой война – самая важная тема, потому что она и самая вроде как понятная, и самая опасная. Хотя, если разобраться, сказанное лидерами и спрошенное журналистами плюс-минус повторяет то, что уже было сказано или спрошено. Ни для кого не новость, активность НАТО на западе союзного государства, как и наше стремление не к войне, а к миру, ради которого мы готовы защищаться с оружием. Больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, латыши проводят учения в мае, они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. И как раз роль лидеров найти решение уравнения сказалось бы заведомо несовместимыми переменными. Как принудить врага к миру, не закручивая спираль войны, последствия которой всегда влияют на обе стороны? Ответ, кажется, кроется как раз в самом главном. И это то, о чем публично говорят редко, и это снова экономика. Одних журналистов в Кремле приоритетно интересовала тема событий на Украине. Это война, призыв в украинскую армию и будущее Зеленского. Другие журналисты приоритет отдавали теме космической. Это и миссия Марина Василевская и Олега Новицкого, и будущее союзной космонавтики. На этом фоне, незаслуженно обделенной вниманием, осталась тема Северного морского пути. Не будь войны, эта тема была бы главной в медиаполе, потому что это вызов, сравнимый с освоением космоса в 60-е. Северный морской — это в теории кратчайший путь для товаров с востока на запад, где под востоком имеется в виду и Китай, что категорически важно в геополитике. Арктика во льдах, транспортировка за ледоколами априори дорогая, но до 2035 года Кремль намерен вложить в проект минимум 2 триллиона рублей. Но это начальный этап, дальше триллионы будут расти по экспоненте. А логистический союз России и Китая с остальными странами Юго-Восточной Азии вынудит на радостях стать экономическим партнером и Евросоюз, если к тому моменту он, конечно, будет еще существовать. А это уже перекраивает политическую карту мира, где давно уже не важны границы, а важны зоны влияния. И во всем этом процессе есть и Беларусь. Мы уже поставляли, оказывается, товары по всем морской пути, не имея порту мурманской. Мы несколько уже тысяч тонн поставили. Очень удобные для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной. На первые полосы газет «Севмарпуть», конечно, сегодня не попадет. Слишком много на это претендентов из других сфер. Но в том-то и нюанс, что настоящие лидеры видят то, что станет самым важным завтра. Договорились, что 15-го встретятся премьер-министры Беларуси и России. И примут по 3-4 вопросам, которые в экономике есть, чтобы двигаться дальше по импортозамещению. А касаемо войны, переговоров, возможного мира, полномочий Зеленского, призыва женщин в украинскую армию и вероятности прямого вступления в конфликт белорусской армии, об этом всем важном, конечно, говорится вслух, если уж снова и снова спрашивают. Но главное, говорится все же без посторонних глаз и ушей. Владимир Владимирович пригласил меня на Совет Безопасности. Я смог переговорить со всеми членами Совета Безопасности России по тем или иным вопросам. И с министром обороны, директором ФСБ и внешней разведки. А раз уровень государственного сотрудничества настолько высок, то совместное и взаимовыгодное реагирование на риски априори консолидировано. Весь мир в труху. Это понравится или зрителям комедии про армию, или ура патриотам, не совсем понимающим, что в труху будет весь мир, а не только вражеский. Может быть, стратегически самое сильное оружие Москвы в войне с Западом – это мирная Беларусь? Россия, Россия. Сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. Это, конечно, дело Украины, как сказал Владимир Путин, но когда-нибудь придет время всем договариваться. Это будет не в Швейцарии, защищающей интересы мирового капитала, не в Британии, защищающей интересы старого однополярного мира, и не в Турции, защищающей свои османские интересы. Примирить всех возьмется Беларусь, защищая интересы славян. А славянские интересы – это первично российские. И в Кремле понимающих это лидеров-стратегов на неделе было двое. Игорь Тур, Сергей Янковский, «Наше время». Я дополню, президент, а такая Беларусь нужна не только России и не только Украине. Такая мирная Беларусь нужна в первую очередь нам, белорусам. И нам надо стараться ее сохранить. И вернемся в космос. Мы внимательно следили за стартом, полетом, стыковкой и встречей на МКС. Переживали во время приземления, радовались, что миссия благополучно завершилась. В общем, экипаж корабля «Союз МС-25» стал для нас по-настоящему своим родным. Впрочем, у белорусского космоса долгая история. И давайте вспомним ее основные вехи. 50-е – начало участия Беларуси в освоении космоса. Исследования ведут наши институт физики, институт тепла и массообмена. Обшивка кораблей до сих пор создается на основе разработок белорусских ученых. А также микросхемы «Интеграл» и оптика «Пеллинг». В апреле 1961 года Гагарин произнес знаменитые «Поехали на старте», а в космосе первыми словами стало «Косберг сработал». Это фамилия конструктора белоруса Семена Косберга, создателя третьей ступени ракеты. 1973, 1975, 1978 годы – космические полеты белоруса Героя Советского Союза Петра Климука. На орбите он провел 78 дней. Еще три раза в космосе был белорус Герой Советского Союза Владимир Коваленок. Невесомостью он провел 216 суток. Июль 2012 на орбиту вышел белорусский космический аппарат. Кстати, его работа продлена до 2025 года. Всего в Беларуси три космических аппарата. В 2015 год в Национальной академии наук создано агентство по космическим исследованиям. 23 год – начало подготовки к космическому полету Марина Василевской и Анастасии Ленковой. 23 марта 2024 Марина Василевская отправилась на МКС. 6 апреля – успешное возвращение. И очень хочется сказать, что все только начинается. Летим дальше. Поехали! Впрочем, чтобы уверенно идти к звездам, надо крепко стоять на земле. Во вторник Александр Лукашенко собрал большое совещание по промышленности, которую объективно можно назвать драйвером белорусской экономики. Встречу несколько раз переносили, расширяя повестку и круг участников, чтобы сформировать полную картину состояния дел в отрасли и выработать стратегию ее развития. Да, есть успехи, а не бесспорным. Так, экспорт прошлого года рекордный за последние несколько лет. В цифрах это 6,5 миллиардов долларов. Но траекторию развития, как и космос, необходимо проложить четко, чтобы найти оптимальный маршрут. Речь и про географию торговли, и про эффективность дилеров. Корректировки требует работа посредников. Здесь есть лишние звенья, которые ведут к завышению стоимости продукции. Кто-то скажет, что это болевые точки, кто-то увидит в этих компонентах точки роста. Как бы то ни было, их надо видеть, работать над ними. Дисциплина, порядок, честность – то, без чего не будет результата. На этом президент акцентировал особое внимание. Риск оправдан, если на кону будущее предприятие. Но когда рискуют для личного обогащения, здесь оправдания быть не может. Постоянно вскрываются коррупционные схемы, и что абсолютно неприемлемо, количество их растет. Но это ваша проблема. Хотите сидеть в тюрьме, а не работать? Пожалуйста. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачете, что тут чрезмерно кого-то напрягают. За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская трудовые коллективы, тысячные, и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Я буду президентом или кто-то другой, если вы хотите сохранить страну, будет то же самое. Спрос будет жесточайший. Итак, траектория промышленного ускорения в репортаже Натальи Тарасюк. Это улица Долгобродская. В Минске ее можно назвать главной промышленной артерией не только столицы, а всей Беларуси. Еще в советское время здесь сформировалась огромная заводская застройка. Тысячи людей в несколько смен трудились на тракторном, электротехническом заводах, шестерен автоматических линий с танкостроительным. А их продукцию знали во всем Советском Союзе, который потом прекратил существование. Предприятие мы сохранили, но наше время кардинально отличается от советского. А рыночные условия, стоит признать, порой жарче и невносимее, чем в литейном цеху. Что они из себя представляют? Какими в ответ должны быть наши тактика и стратегия? Подробно обсуждали на Большом совещании о промышленности у президента. Порядка 300 участников – министры, губернаторы, руководители научных центров и банков, свободных экономических зон предприятий. Время непростое. И то, что мы сегодня в таком ключе имеем возможность обсуждать задачи на перспективу, тактические, стратегические, говорит о том, что сделано немало. 6,5 миллиардов долларов заработали наши промышленники на экспорте в 2023 году. Показатель, конечно, впечатляющий, но это лишь повод искать резервы для роста. Любой недочет на любом этапе – это недополученная прибыль. А у Беларуси есть, что предложить клиентам. Мы выпустили всех видов самоходной техники, 3013 комбайнов различных, выручку. Мы принесли на завод с темпом роста 122% к прошлому году. Берем уже заказы на следующий год, то есть работы очень много. Мы номенклатуру увеличили по количеству, около два раза рост по отношению к 2022 году. Для наших коллег из Российской Федерации совместно сейчас ведем работы над генератором, который пойдет в замещение генераторов Бош для комплектации автомобилей и Веста. Да, сейчас в первых рядах покупателей – партнеры из России и СНГ. Но замыкаться на этом не нужно. Александр Лукашенко вновь дает понять важность поиска новых рынков сбыта. Тем более, что, по сути, пробивает почву сам во время иностранных визитов. С той же Африкой надо работать эффективнее, а еще привыкать к конкуренции. Соперничать с китайскими компаниями сложно, говорят производители. Но это уже давно рыночная реальность. Объемы экспорта холодильника, морозильника, еще вчера востребованных сократились почти в два раза. Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее. Так вы привыкайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. В те времена, когда за забор выбросил трактор и автомобиль, и тут пришли в очереди люди стоящие, забрали или купили ваш трактор, давным-давно закончились. О тепличных условиях нашему флагману мечтать действительно не приходится. На складах торговых домов МТЗ оказалось почти 6,5 тысяч единиц техники. Такая информация прозвучала на совещании. Причины комплексные. Да и надо понимать, что товаропроводящая сеть МТЗ – это более сотни организаций. Техника со временем найдет своего покупателя. Кстати, от Минской области на том же совещании поступил конкретный запрос. Надо более сотни энергонасыщенных тракторов определенной модели. Обывателю может показаться, что это просто. Но представьте, один такой трактор стоит как 5-6 обычной модели МТЗ-82. Так что разговор между заказчиком и исполнителем должен быть предельно конкретный и по деталям заказа, и по финансированию. Ситуация, которая сложилась не в этом году, это уже на протяжении, будем говорить, событий конца 2022 года. Значит, это блокировка экспорта зерна. Это, естественно, ценовые проблемы с продажей своей продукции у основного покупателя. Это российских селян. Но в это же время очень много было завезено китайской продукции. Поэтому мы должны держать рядом свои склады. Потому что у нас зачастую при встрече с губернаторами говорят, мы бы купили вашего, если бы ваш был. А вашего нет, а вот китайцы рядом, мы его и купили. Поэтому мы вынуждены реагировать на рынок. А он, получается, требует существенной витрины. Покупатель хочет не из каталога заказывать, а посмотреть живую на железного коня и будущего незаменимого помощника в хозяйстве. Кроме того, Россия своим утилизационным сбором, по сути, защищает внутренний рынок. И наше правительство вместе с российским сейчас работают над тем, чтобы найти приемлемые варианты, которые не будут снижать конкурентоспособность белорусской, то есть дружественной техники. Льготные условия лизинга – еще один чувствительный момент. И, естественно, их привлекательность влияет на конечные продажи. Без техники нельзя убрать урожай, говорит директор МТЗ. И, что важно, на заводе смотрят ситуацию не только в моменте, а со всех позиций. Мы достигли уже примерно 14,5% по импортной составляющей. Но это импорт первого уровня. То, что от нас. Но есть же импорт второго уровня, третьего, четвертого. Мы с нашими белорусскими компаниями, не только с белорусскими, имеем долгосрочные программы совместного развития. Это большая работа, которой мы шли около 10 лет. Остались очень сложные технические изделия, которые мы до сегодняшнего момента не добились того качества, которое требует рынок. Не то, что уже был президент по гидравлике, по электронике. Есть проблемы, мы их не скрываем. Но с каждым днем мы находим технические решения. И за этими словами колоссальный труд заводчан, которые работают вместе и с мотористами, и с учеными. Вот, к примеру, трубки, которые нужны для трактора. В таком виде они приходят на завод, потом станок отрезает нужную длину, а приезжают они из Гомеля. Так что научная мысль развивается и в регионах. Вообще данным видом изделия мы заменили импортный материал. Делают уникальную для страны продукцию пневматические трубки в Институте металлополимерных систем. На разработку ушло практически 10 лет исследований. Но того стоило. Особенность этой трубки заключается в том, что она сделана из смеси полиэтилена и полиамида. В обычных условиях полиэтилен и полиамид не смешиваются. Но нам удалось сделать сплав этих двух материалов, что и обеспечило хорошие технологические свойства и механические. Интеграцию с наукой надо усиливать, а импортозамещение должно быть приоритетом. Из приоритетов уверен Александр Лукашенко. При этом качество – важнейший фактор конкурентоспособности. От него зависит лояльность покупателей. Мы можем создавать конкурентоспособную технику с использованием отечественных материалов и комплектующих. Тут и доказывать ничего не надо. Мы можем. Однако по ряду направлений обновление продукции и производств идет очень медленно. Каждая критическая позиция показывает наши слабые места. Именно по ним конкуренты потом бьют санкцией. Каждый шестой станок в Советском Союзе был белорусским и была налажена кооперация. Несмотря на распады страны, связи и приход 90-х европейских производителей, наши станкостроители сейчас выполняют заказы, заняты модернизацией. Институт объединяет два завода в столице автоматических линий – Минский станкостроительный имени Кирова. Белорусская школа станкостроения в части конструкторской школы, технологических решений, она не была потеряна. И 22-й год он внес свои коррективы и все машиностроительные предприятия в Российской Федерации и в Республике Беларусь, они обратили все-таки свой взор на нас и начали размещать у нас свои заказы. Этот вертикальный станок уже продан российским заказчикам, а вот этот делают по программе «Союзный станок». Степень локализации – 91%. Новинку готовят к масштабной выставке в Москве в мае. На сборку этого великана весом 12 тонн уходит месяцев 8. На 90% он белорусский, и таких нужно 4. Заказчик – Минский тракторный завод. А этот станок ждут на МАЗе. Было ли вам сложно выполнить этот заказ? В принципе, разобрались и придумали какие-то варианты. Это был очень сложный, потому что требовал нашей конструкторской мысли, нашей конструкторской разработки. Поэтому пока наши конструктора думали, мы это воплощали все дело параллельно в железе. Все делали сами, начиная от станин, оснований станков, заканчивая всеми рабочими узлами. Единственное, что система СЧПУ здесь – оппортное производство. Своя интеллектуальная начинка для железа – сейчас для станкостроителей вопрос жизненно важный. Когда есть свое, есть гарантия, что станок дистанционно не отключат недружественные производители. Перед нами была поставлена задача в достаточно короткие сроки в этом году завершить разработку системы, построенной уже с очень существенным использованием белорусской составляющей. Допустили вот эту новую линейку – это гидропатроны. Они идут как по импортозамещению, аналоги польских патронов, тайваньских, японских. Специальное износостойкое покрытие, которое позволяет повысить стойкость инструмента до трех раз. Вот, как бы с этим продуктом выходим на рынок, ну и в жесткой конкуренции стараемся все-таки конкурировать. Действуйте! К этому президент призвал всех участников совещания. Понятно, что в наше время в формуле промышленного успеха слишком много переменных и неизвестных. Они касаются всего – и производства, и реализации, и импортозамещения кадров. Нужно повышать престиж людей интеллектом и натруженными руками. Позволь еще одно личное наблюдение. Лейтмотив совещания – деловой. Да, с разбором иногда эмоциональным недостатков, но никакого алармизма. Выявили проблему – вырабатываем решение. Четко и оперативно. Процесс налажен и управляем. Кстати, когда вводили экономические санкции, Запад прочил остановку конвейеров, дефицит комплектующих. В общем, разрыв экономики в клочья. Не дождались и, разумеется, не дождутся. Мы не то, что не забуксовали, уверенно едем дальше. Более того, готовы заменить и тех, кто решил добровольно скрыться с того же евразийского рынка. Им с катертью дорога. Экспорт, логистика, российский рынок, белорусы в Африке. Итоги совещания обсудим с министром промышленности Александром Рогожником. Александр Николаевич, на неделе прошло большое совещание по промышленности экспорта. Говорили о том, что здесь неплохие показатели – 6,5 миллиардов по итогам прошлого года, рекорд за последние 10 лет. Но также отмечалось, что есть и тенденция замедления. Вот с чем она связана и как вы намерены преодолевать? Замедлений нет. Мы прирастаем уже на протяжении долгого времени, каждый год. Не только в объемах, но и в экспорте продукции. Есть замедления по некоторым товарным группам. По таким товарным группам по 23-му замедление было по тракторам. Замедление было по холодильникам и морозильникам. Но в целом министерство промышленности значительно перевыполняет доводимые правительством показатели. Еще 10 лет назад никто не слышал о производстве тракторов в Китае в том же самом ценовом и качественном сегменте, который имела Республика Беларусь. Сегодня на наш основной рынок Российской Федерации зашло значительное количество производителей из Китая, которые уже с нами конкурируют не только по цене, но и по качеству. Китай в прошлом году ввез более 12 тысяч тракторов по году. То это, конечно, ниша не могла не подвергнуться жесткой конкуренции. Все, что касаемо группы холодильников и морозильников, ситуация очень похожая. Та задача, которая и ставится, это не только расширение номенклатуры, но и повышение, самое главное, качества и конкурентоспособности этой продукции. А вот что касается тракторов, какие ваши следующие ходы здесь будут, чтобы позиции сохранить? Когда мы говорили о технологической безопасности двух государств, мы говорили о развитии компонентной базы под такие производства. И на эти цели направлены огромные ресурсы и в Российской Федерации, и вы знаете, мы реализуем огромное количество инвестиционных проектов. И с тем, чтобы защитить эти производства до того момента, как они станут на ноги, Та же самая стратегия нами вырабатывается и по комбайновой технике. Но мы смотрим вперед, мы наращиваем объемы производства с тем, чтобы полностью восполнить потребность в этой технике на рынке Российской Федерации и Республики Беларусь. Я знаю, на совещании звучала тема, что Россия запускает большую программу по обновлению общественного транспорта. Это 40-60 тысяч единиц они будут закупать. Мы сможем активно поучаствовать в этих программах? Да, безусловно, мы сможем активно поучаствовать. Мы десятикратно нарастили объемы производства на Белковом Маше такой техники. Как вы знаете, в прошлом году мы приступили к строительству целого завода на МАЗе. В следующем году мы уже это производство запустим. И увеличим объем производства такого рода техники на МАЗе двукратно. Это будут автобусы, это будут электробусы, это тематика троллейбусов, это троллейбусы с автономным ходом. Дополнительно, сегодня мы рассматриваем еще возможность строительства еще одного аналогичного МАЗу производства на Белковом Маше. Потому что те мощности сегодня, которые есть в Российской Федерации, это и группа компаний ГАЗ, это и КАМАЗ, они не позволяют в полном объеме удовлетворить тот спрос, который сегодня есть и определен программой переоснащения этого транспорта в Российской Федерации. Получается, что любой приезд губернатора к нам, это в том числе и тема общественного транспорта и закупок и больших партий. Каждый приезд губернатора – это предметный разговор по всем товарным группам. Это та инициатива, которая была двумя президентами выдвинута. И она носит именно практический характер. Вы, наверное, знаете, что совместное предприятие открыто уже было в Нижнем Новгороде. Такие производства сборочные открыты по тракторам в Татарстане. Мы очень хорошо подошли к развитию мультибрендовых центров. Это не только точки продажи, это точки сервиса, склад запасных частей. И на базе этих центров организуется реновация техники, ее восстановление и в то же время организация сборочных производств. Прошлый год, можно сказать, у нас был под знаком Африки. Политический путь проложил президент Беларуси. Вот что касается производственников, мы не отстаем здесь? После того, как с российского рынка ушли основные поставщики техники, перед нами стояла задача заполнить эту нишу. Ведь если бы не сделали это мы, это сделали бы другие. И сейчас на нашем премиальном рынке конкурировать было бы еще сложнее. Да, решая эту задачу, мы несколько упустили рынок дальней дуги. Но уже результат есть. Очень хорошие начались поставки по Зимбабве, то, что обозначал президент. Начались поставки в Никарагуа. Очень хорошо мы продвинулись на рынки Узбекистана. Мы построили там мультибрендовый центр белорусской техники. Два таких центра дополнительно строятся. Ну и, конечно, те проекты, о которых говорил президент. Это экваториальная Гюнея, это Нигерия, это Зимбабве, ЮАР и многие-многие другие страны Африки. Ставим с собой задачу до 30-го года переориентировать 25% экспорта именно на этот рынок. Урожай в Зимбабве получили в прошлом году очень хороший. Это классная реклама получилась нашим производителям. Насколько этим можно воспользоваться? Это был такой знаковый пример для всех стран Африки. Ведь Зимбабве только импортировала продукцию питания. И сегодня Зимбабве одна из всех стран Африки, которая обеспечила собственную продовольственную безопасность. Сегодня та же экваториальная Гюнея, которая полностью импортирует все продукты продовольствия и рассматривает нас как страну, которая решит по аналогии Зимбабве вопрос их безопасности. Получается, что наши принципы, которые мы использовали у себя в стране, обеспечение продовольственной безопасности, локализация производства, ставка на свое, сотрудничество со стратегическими партнерами, вот эти принципы действуют и в других странах и показывают, что мы в свое время все сделали правильно. Да, безусловно, государство должно быть самодостаточным. Самодостаточным в машиностроении, самодостаточным в науке. И самое главное, самодостаточным в продовольственной безопасности. Да, конечно, это приоритет. Спасибо. Знаете, сегодня в век медиа и информации мало хорошо сделать свою работу. Важно, чтобы общество тоже было в курсе этого, чтобы мы гордились достижениями, ценили белорусское, понимали, какой ценой достается мир и безопасность, когда вокруг все рушится и пылает. Это понимание тоже часть нашего суверенитета. Ведь не секрет, что Беларусь не только в центре Европы и на перекрестке транспортных путей. Страна под информационным огнем, можно сказать, шквальным, состоящим из фейков, дезинформации, угроз и провокаций. Все это горячая и гремучая смесь, которую надо уметь нейтрализовать. Как именно? Вот рецепт. Основа всего – правда. Это цитата недели, которую Александр Лукашенко адресовал новому заместителю главы администрации президента, а по сути всем СМИ. Владимир Перцов будет отвечать за работу белорусских медиа, идеологию, пропаганду и контрпропаганду в стране. Формируя информационную повестку, важно иметь на руках мощное оружие. И правда – это то, что одновременно и просто, и эффективно, остальное – вторично. Сейчас идет информационная война, экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается, думаю, что мы сможем решить эту проблему, не допустить столкновения к инициаторам, являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются, бегают по разным центрам принятия решения, и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги, и самое главное – дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ. На что кураты ему говорят, ребята, ну, СМИ уже были, надо что-то погорячее, типа московского «Крокус-Сити», не дай бог теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. То есть цель зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну, не наемников, а уже войска, но они же власть. Деньги разворовываются, их не хватает. То, что выплеснулось от них в средства массовой информации, в эти чаты, телеграм-каналы, где они там рассказывают, объективно рассказывают. Мы об этом знали и знаем, кто прокарманивает деньги, все расписывают друг о друге. Так оно и будет, потому что есть более радикальные люди, которые заботятся не только о том, чтобы одеть часы в 9 тысяч долларов или красивый костюм, макияж сделать, а которые хотят и повоевать, и власть захватить. Есть и те, кто нажиться на этом, стараются. Это естественно. Я предупреждал силовиков и наши спецслужбы о том, что это будет. Вот оно и случилось. Лучше побеждать словом и силой убеждения, чем оружием и просто силой. Но надо именно побеждать на поле идей и смыслов. Любые психологические операции ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологических называют операций на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел. Ужас. Мне каждое утро докладывают. И что больше выкидывают их. Вот вам психологические операции. Снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей, мигрантов этих, и выбрасывают на нашу территорию. Но это как пример. И таких примеров можно много провести. Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно. Что касается не идеологии, а задач практических и приземленных, то новому замглавы администрации президента предстоит сконцентрировать и усовершенствовать весь арсенал по отражению информационных атак. И здесь президент ждет больше инициативы и самостоятельности. О современной и эффективной контрпропаганде мы поговорим с Владимиром Перцовым. В экспресс-интервью четко расставлены идеологические акценты. Почему правда – это и сила, и мощное оружие. Владимир Борисович, вы на прошлой неделе еще возглавляли Министерство информации. Сейчас ваша работа – администрация президента. Понятно, что фронт расширится, значительно расширится. Вот как вы для себя обозначили разницу? Министерство информации – это средство массовой информации, полиграфическая, издательская деятельность, книга, издание, распространение. Администрация президента – это штаб главы государства, это идеологическая работа, это работа, которая включает в себя, кроме СМИ, еще и пропаганду, контрпропаганду, о чем говорил президент. Это контроль за деятельностью социальной сферы, которая тоже относится во многом к идеологии, это и спорт, и многие иные направления, с которыми соприкасается человек в своей повседневной жизни. По контакту с представителями этих сфер, с функционерами, которые работают в этих сферах, человек судит о том, как работает система государственной власти. Я вот заметил, во время встречи у президента была такая жесткая риторика, да, глава государства сразу сказал, идет информационная война, против нас ведется информационно-психологическая операция, то есть мы под прицелом. Поручения президента, они вот соответствуют вот такой риторике? Ну, то, что информационная война идет, для нас с вами это давно уже не открытие. Президент сказал, что от нас не отстанут, и если кому-то кажется, что фокус внимания где-то перемещен на Ближний Восток, где-то на конфликт, который происходит на Украине, то это ошибочно. У нас впереди политические компании, это и Всебелорусское народное собрание, которое пройдет в новом конституционном статусе. Ну, и, конечно же, президентская избирательная кампания, на которой и будут сфокусированы основные заточенные ресурсы наших оппонентов, по сути, врагов, которые желают дестабилизации, как минимум, общества в нашей стране. Будут все усилия, о которых имеются, это и центры информационно-психологических специальных операций, и какие-то журналистские, околожурналистские, псевдожурналистские возможности использовать на атаку на население Беларуси, на завоевание умов, сердец белорусских граждан, для того, чтобы они, как минимум, были лояльны к тем людям, которые нам не желают добра, как максимум, встречали хлебом и солью тех купантов, которые уже готовят свои наступательные войска на севере и на западе нашей страны. Президент говорил, что в этом ключе нужно прибегать к тем высоким стандартам журналистики, к тем подходам, которые работают, и которые сейчас работают в нашей стране, говорить правду. Да, конечно, цепсошные и иные манипуляции, они эффективны. В каком-то моменте они людей подвигают на какие-то эмоциональные поступки, они электризуют общество, заставляют людей совершать какие-то правонарушения под воздействием эмоций, которые разжигают эти технологии. Но эмоции спадают, пыль рассеивается, и люди хотят, люди видят, что так на самом деле не было, или что то, что им внушали неправда, и обращаются к тем источникам, которым они доверяют, которые следуют в канонах классической журналистики своей деятельности. Об этом говорит и исследование, которое проводилось Институтом социально-политических исследований Академии наук Беларуси, плюс 7% доверия за прошлый год к национальным СМИ, это очень достойный показатель. К тому свидетельство о растущей количестве подписчиков в социальных сетях и платформах у наших национальных средств массовой информации. Ведь беглым ставятся задачи по достижению, как они пишут в своих чатах, недостижимых фантастических целей в миллион подписчиков в одной из социальных сетей, а у нас миллион даже в том же Ютубе имеют уже три национальных средства массовой информации. Это и ваш телеканал ОНТ, и Белт или радиокомпания АТН, и Белта перешагнула за полтора миллиона подписчиков СТВ, и СБ приближается к миллиону. Значит, люди ищут правду, значит, люди обращаются к доверенным, конвенциональным, классическим, честным средствам массовой информации. Получается, что сила правды, вот этот лозунг, еще известный со времен Сергея Бодрова, он и здесь, и сейчас актуален. По-другому быть не может, нас так учили, и вот эти медиаподобные структуры, они, конечно, прибегают к различным манипуляциям, привлекают инфлюенсеров и блогеров, люди по незнанию думают, что эти люди, которые тоже с экрана телевизора или мобильного телефона или планшета им что-то вещают, что они как будто журналисты, но они не журналисты по определению, они не обязаны следовать канонам журналистики. Они отрабатывают деньги, у них выкупают слоты или конкретные программы, и они вещают ровно то, что у них выкупил заказчик, не понимая, какую иногда вредоносную и опасную деятельность они своей работой осуществляют. Были отличные маляры, которые перекрашивали кроваво-черное в благородно-белое. Но президент Беларуси не мог оставаться в стороне и не стал ограничиваться дипломатической формулировкой о том, что Минск обеспокоен. Нет, он садится в самолет и летит в Белград. При этом никаких гарантий безопасного пролета по этому коридору натовские военные не давали. И этот визит, и эту поддержку сербы оценили тогда, помнят об этом поступке. И сейчас Алексей Кряквин, страницы славянской истории. Кадры, которые потрясли мир. В самом конце 20 века Европу снова бомбят. Льется кровь. Взрывы в Белграде, Приштине, Ужице, Новом Саде и других городах. Гибнут люди, а мировые лидеры высказывают озабоченность. Осторожную. Приказ отдал генсек НАТО Хавьер Солана. И идти вразрез с ним особо никто не хочет. Но в Минске принято однозначное решение. Югославии нужна помощь, а главная цель – мир. Александр Лукашенко 25 лет назад принял решение лететь в Белград. В НАТО цинично заявили, что никаких гарантий безопасности давать не будут, как и прекращать налеты. Дважды во время переговоров Александра Лукашенко и президента Югославии Слободана Милошевича звучали сирены воздушной тревоги. Сейчас о тех событиях уже можно говорить с точки зрения истории. А она расставила все по своим местам. Я спокойно, ты знаешь, меня к всему отношусь, ко всем предупреждениям. Я знаю, как меня любят в НАТО. Мой визит в Югославию в это тяжелое время может, ну, хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить ту проблему, которая там сложилась. И те тяжелые события, которые там разворачиваются, какой-то развязки. Цель – это обязательное мирное урегулирование этой проблемы. В НАТО мирного решения не планировали. Авиаудары продолжали 78 дней. Сколько точно человек погибло, неизвестно. По ценкам сербских властей не менее двух с половиной тысяч. Среди них 89 детей. Более 12 с половиной тысяч были ранены. Александр Лукашенко навестил раненых в госпиталях. В далеком 99-м Югославия рассматривала вопрос о вхождении в Союз Белоруссии и России, определив приоритеты во внешней политике не в пользу Вашингтона. Владимир Крышлянин в те годы служил в Югославском МИДе. Лукашенко был единственным главой государства. И в том смысле для нас разговоры с ним были очень важны. Мы чувствовали в нем искреннего друга, готового помочь, так как у нас не было возможности как-то ожидать полноценную поддержку со стороны России. В конце 90-х Россия не поставила Югославию современные по тем временам системы ПВО С-300. Беларусь же была готова помогать и словом, и делом. Лукашенко был для нас личностью, которая могла влиять на верхи политической России больше, чем мы сами это могли. И вот это было важно. Второе, конечно, что можем от Беларуси получить. Были разные гуманитарные поставки. Во время агрессии мы разговаривали и ОС-300. Это Беларусь была готова поставить нам свои комплекты. Но это просто во время бомбежек оказалось технически невозможно. Перспектива сближения Белграда с Минском и Москвой могла подтолкнуть западные страны к широкой агрессии. Введя эти боевые действия, Соединенные Штаты Америки и Блокнахты ввели их в Варварский. Несмотря на то, что они наразили, бомбили военную структуру, они также бомбили гражданскую структуру. Но при этом они применяли запрещенное оружие. Это графитные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном. Последствия этого ощущаются и спустя 2,5 десятилетия. Заболеваемость детей Сербии и Раком остается в 2,5 раза выше среднеевропейских показателей. А все ради чего? Ради нового миропорядка, который бы окончательно отменил многополярный мир и принципы, заложенные после Второй мировой войны, считают ученые. НАТО и Вашингтон решили показать, кто теперь хозяин на планете. Раньше было два мира, две системы было капиталистическое, социалистическое. Это был очень мужественный и достойный поступок со стороны Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что он единственный из руководителей государств продемонстрировал поддержку Сербии. Показал, что он не будет на вторых ролях перед Соединенными Штатами. Он не склонит голову перед агрессией НАТО. Что у него есть свое достоинство, достоинство государственного деятеля. И что Белоруссия никогда не станет вассалом Соединенных Штатов, никогда не станет вассалом НАТО. Александр Григорьевич показал свое личное мужество. Не побоялся прилететь в Югославию. Хотя страны НАТО не обеспечили, не давали гарантии его безопасности. Но самое главное, что он показал всему миру, что наша республика и Беларусь сама будут выбирать, с каким государством дружить, как с ним дружить. И выбрать свою собственную политику. Югославия тоже не хотела проигрывать, несмотря на то, что против нее были 13 стран НАТО. А еще ряд стран оказали пассивное участие, предоставили свою территорию для нанесения ударов. Это Албания, Болгария, Венгрия, Румыния и Македония. Справедливости ради отметим, что отказала Австрия, так как санкций Совета Безопасности ООН на агрессию не было. Это была, так сказать, попытка приучить мир к тому, что Америка будет диктовать условия после того, как именно НАТО осталось в одиночестве и Варшавство распался. Этот шаг был такой, очень опасный для мира, и он подтолкнул целую цепь подобных распадов, подобных атак на страны. Тем более, организация Объединенных Наций фактически промолчала сначала. У нее, правда, никто не спрашивал. А уже в последующих порядках просто-напросто опробовали схему. Сначала обвиняют страну, потом ее принуждают к демократии или к миру, и дальше ее разваливают. И таких примеров мы уже потом, уже знаем, после Югославии с десяток. Сценарий один – создать нестабильность, потом разделить и властвовать. Точно так же хотели поступить и с нами. И такие планы остаются до сих пор, учитывая то, что, допустим, Гегла и Харугли за кордоном на сегодняшний день фактически пытаются произвести ту же самую картинку для толчка участия блока НАТО и Америки в том числе. Когда военным способом развалить Югославию не получилось, прибегли к так называемой «мягкой силе». В Белграде вспыхнул так называемый «бульдозерный путь». Вероятно, первая цветная революция по западной методичке. Были взяты здания парламента и телецентры. Слободана Милошевича отстранили от власти и арестовали. Сценарий же западной политики стали масштабировать на другие неугодные государства. А оборонительный блок НАТО с момента начала агрессии против Белграда расширился вдвое. О чем это говорит? О том, что независимость и собственная позиция – удел сильных. Так было тогда и тем более так есть сейчас. Алексей Кряквин, Александр Автухов, Анна Мороз. Наше время. Весь мир этой ночью следил за Востоком. Ближним Востоком. Горячим Востоком. Иран, как и обещал, обстрелял Израиль ракетами и дронами. Это был ответ на удар по консульству Ирана, когда были убиты высокопоставленные лица из Тегерана. И вот что говорили и как комментировали ситуацию на Ближнем Востоке по всему миру. И здесь более-менее понятно, кто с кем, кто за кого, а главное, кто против кого. Мир потенциально обрел новый, острейший ближневосточный кризис. Теперь все зависит от дальнейших шагов Израиля и Ирана, заявили в российской миссии в ООН. Китай призвал международное сообщество, особенно влиятельные страны, сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. США помогли Израилю сбить ракеты и беспилотники, но не будут участвовать ни в каких наступательных операциях против Урана, заявил Джо Байден. Канцлер Германии Шольц заявил, что Германия твердо стоит на стороне Израиля. Что это было? Начало бури с привкусом Третьей мировой или ракетная пыль все же уляжется? Развязка должна наступить в течение нескольких дней. Сегодня мы много говорим про пути дороги. Космические, экономические, политические, а сейчас меньше образности и больше асфальта, а еще лучше бетона. Обсудим дороги в самом прямом смысле. Многие уставшие после капризной зимы автомагистрали и трассы местного значения явно требуют пластической операции, а то и полного обновления. В этом году в Беларуси на треть увеличат финансирование строительства дорог. Кроме того, рекордную сумму свыше 2 миллиардов рублей обещают направить и на восстановление, особенно в агрогородках. Это поручение президента. Конечно, на века дорогу не построишь, но как сделать так, чтобы хотя бы на десятилетие? Наталья Петкевич, легких путей не бывает. Дожди идут, большие машины ездят, оно все трясется, камни вылазят, ездить невозможно. В дожди хоть вплавь, летом от пыли не отбиться. Деревня Засулье, что в Столбцовском районе, каких-то полсотни километров от Минска. А жизнь течет совсем по-другому. Столичным не понять. В небольших местечках на малой родине люди скромные многого не просят. Чтобы автомагазин приезжал вовремя, да дети и внуки наведывались чаще. А для этого до ума нужно довести 8 километров гравийки. Альтернатива есть. Объезд через Столбцы или Рубежевичи на легкой и эту дорогу для пенсионеров и дачников не назовешь. Вокруг 32 километра люди скромные включаются лишние. Столбцовское направление, популярные маршруты и не только для местных. В выходные у этого векового храма сотни туристов. В гравийке треть дорог района. Большая часть асфальт и новыми километрами прирастают ежегодно. Дорожные работы идут и сейчас. В облдорстроя говорят о засульской проблеме знают. Но одномоментно закатать весь гравий в глянцевый асфальтобетон не так-то просто. Ежемесячно будем измерять интенсивность движения в течение года, потому что дорога носит сезонный характер. И по концам года будет принято решение, какой вид ремонта и какая дорожная одежда будет здесь использоваться для ремонта. Люди должны ездить по безопасным и ровным дорогам. Об этом неоднократно говорил президент. Дорожное обновление в этом году ждет 140 агрогородков. В решении правительства на стратегический вопрос в 2024 потратят рекордную сумму – почти 3 миллиарда рублей. Речь как о местных дорогах, так и магистральных артериях. Финансирование увеличили на треть. В прошлом году было отремонтировано более 3 тысяч. В этом будет уже более 5 тысяч километров отремонтировано. Раньше мы привлекали кредитные ресурсы международных финансовых организаций. Но они ушли. Бреши у нас нет. Для транзитной страны дороги – ресурс стратегический. Сужение или тромб в транспортной артерии – паралич немалой части общей дорожной системы. В то время как сокращение в пути пассажиров или грузов плюс к ВВП страны. А значит, оттягивать ремонт себе в убыток. Одна из архиважных задач – сохранить набранный темп развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. Бетонные дороги – это наше спасение в наших погодных условиях. Это долговечность. Это задачи для правительства местных органов. Старт модернизации цементной отрасли указом главы государства был дан в 2008-м. Вопрос стал ребром после введения санкций. В производстве асфальта используется битум из импортной нефти. А вот у бетона санкционная страховка абсолютная. Вставлять палки в колеса не получится. Цементобетонные километры из местного сырья. Так почему не строить дальше этот выгодный маршрут? Вторая Минская кольцевая. Четыре полосы и пропускная способность. Более 20 тысяч авто в сутки. Около 10 лет назад здесь появились первые цементобетонные километры. Да, строительство бетонок в среднем на 10% дороже асфальтных дорог. Но, как известно, скупой платит дважды. И по этой дороге решили не идти. Цементобетонные километры второго кольца разгрузили МКАД, который задыхался в пробках. Дорожный комфорт премиальной первой категории. Это не только четыре магистральные полосы, мосты, развязки, остановки, десятки дорогостоящих объектов. Что же нам стоит такую дорогу построить? Цена вопроса около 3 миллионов долларов за километр. Но экономический эффект с большим заделом в будущее. Срок службы покрытия по сравнению с асфальтным бетоном, который превышает 2-2,5 раза. После зимы нету тех, скажем так, разрушений покрытия, как, например, происходит, к сожалению, после перепадов температуры асфальтобетона. Через 10 лет необходимо уже принимать по нём какое-то решение. В цементобетоне через 10 лет меньше, чем середина его срок службы. Бетонные магистрали – тема обкатанная и для Могилёвской области. За три года в долговечное покрытие одели около трёх десятков километров. Этот участок завершит строительство трассы-дублёра в областном центре. Дорога разгрузит и магистрали, и новые микрорайоны города. Объёмы мы и планируем увеличивать. На текущий год у нас запланировано это начало новой с дороги республиканского значения в направлении Чаусы. Там порядка 30 километров бетонных дорог. Мы работаем по кольцевой города Могилёва. Она также будет исполнена в бетонном покрытии. И мы приступаем к работам по местной сети. Главный поставщик сырья в области – цементный гигант в Костюковичах. Больше двух миллионов тонн. Рекорды производства уже который год. В модернизацию вложили 25 миллионов рублей, заработали вдвое больше. Царевая база и геологоразведка подтверждена тем, что у нас запас составляет более 30 лет. Поэтому мы готовы для того, чтобы осуществлять и увеличивать объёмы выпуска цемента. Мы конкурируем с ведущими российскими предприятиями. Под полную загрузку сейчас работают не только три стационарных цементных завода страны. Передвижное производство на трассе Минск-Витебск. Как конструктор собрали за несколько недель. Монолитная одежда с конвейера прямо на дорожную полосу. Здесь на площадке находятся два смесительных установки. Каждая производительностью до 90 кубов тяжёлого дорожного бетона. Одновременно идут два бетонного укладчика. Первый ложит нижний слой покрытия, который крутит один завод. И второй сразу же ложит верхний. За ним идёт ложит верхний, который крутит второй завод. Участок магистрали между Логойскими и Плещеницами уже прозвали стройкой века. На протяжении 15 километров отдельный дорожно-строительный город. Несколько подрядных организаций и сотни единиц техники. М3. Единственная М-ка в стране, у которой пока нет премиальной первой категории. Знаки 120. Здесь появятся уже в конце этого года. Сейчас на этом участке техника укладывает верхний слой одежды новой скоростной трассы. И это лишь видимая часть. В целом дорожное покрытие представляет такой многослойный дорожный пирог. Его общая высота около полутора метров. Аналогов по прочности и долговечности цемента бетону нет. И движение с новым уровнем комфорта водители уже оценили. Прокатиться, что называется, с ветерком можно на 11 километрах. Магистральные четырёхполоски. Есть участок 11 километров недалеко Плещениц. Он давно был сделан. Вот там вообще показательные. Так понравилась трасса. Хорошая у вас. Я как понял, там у вас бетонка лежит, да? Соответственно. Ну, будет меньше изнашиваться. Мы из города Сосново-Борлинграсской области. Это атомная станция. Вот у нас все дороги сделаны на бетоне. Хотелось бы, чтобы были такие дороги все. За последние пять лет в Беларуси восстановили около 200 километров бетонных магистралей. Пока не так много. Да и закатать в цемент все дороги страны не получится. Если после укладки асфальта можно открывать движение спустя 2-3 дня, бетонка должна отлежаться около месяца. При этом возможностей применения бетонной дорожной одежды становится больше. В начале этого года Минтранс ввел в действие еще один нормативный документ, который расширяет использование бетона. Так называемые тонкие бетонные слои, которые могут укладываться уже по существующему асфальтобетонному покрытию, где это возможно. Да, где плита уже будет не 24 сантиметра, а чуть менее. Комфорт современных магистралей стоит дорого, и далеко не каждая страна может себе его позволить. А если и может, то едва ли справиться без кредитов и привлечения иностранных специалистов. В Беларуси эту дорогу осилили. Наталья Питкевич, Ирина Недобоева, Александр Зонов, Владимир Недобоев, Никита Сташков и Екатерина Наукович. Наше время. ОНТ. Наш следующий сюжет о правде, которая страшнее вымысла, а еще о памяти во имя будущего. И это не громкие слова. В этом году празднуем большой юбилей. 80-летие освобождения Беларуси. И все эти годы мы могли гордо называть себя поколением победителей. И сегодня еще раз о цене этой победы. В Беларуси нет семьи, которая не знает звона хатынских колоколов. Но страшнее от того, что в мире урок под названием фашизм еще не выучен. Поэтому наша общая задача сделать все, чтобы на нашей земле такое не повторилось. В преддверии праздника километры памяти объединят тысячи белорусов. На этой неделе старт большого проекта, который подготовил наш телеканал совместно с Общественным Объединением Патриоты Беларуси. За 80 дней участники акции посетят места сожженных фашистами деревень. Сейчас известно, что огненную судьбу хатыни разделили не менее 216 населенных пунктов. Не менее, потому что наша скорбная летопись, увы, не дописана. Расследование по делу о геноциде белорусского народа продолжается. Каждая точка на карте большой патриотической акции – это сотни тысяч трагических судеб. Моя коллега Дарья Нечадим вместе с активистами проехала по маршруту нашей трагической памяти. Более того, нашла очевидцев всех событий. Звон этих колоколов не спутать ни с чем. Каждые 30 секунд, словно из призрачного прошлого. Сегодня кричат о тревоге не только колокола. В этом году 80-летие освобождения страны от фашистских захватчиков. В этом камне застыли названия деревень. Под каждым земля – та самая обожженная фашистскими оккупантами в разных частях страны. Населенных пунктов давно нет на карте и никогда больше не будет. Пусть цифры на мемориале не смущают. Расследования генпрокуратуры продолжают прибавлять. 216 деревень разделили судьбу хатынем. Их давно назвали сестрами. Иногда народная тропа зарастает, но мы проложим ее заново. Освежить в памяти старшим, рассказать о главном младшем. Об этом автопробег телеканала ОНТ и патриотов Беларуси. Маршрут построен. Самое главное – проверить колеса, автомобиль, заправить его. Первый на карте Брестский регион. Стартуем в составе 10 машин, но эта цифра не окончательная. По пути к нам будут еще присоединяться. Уже все заправились, дорога предстоит дальняя. Автомобиль ОНТ замыкает колонну, поэтому мы спешим догонять всех участников. И в путь! 300 километров по М1 по пути в нашу команду прибыло. Не только на четырех колесах. В итоге порядка полусотни техники. По асфальту, гравейке, грунту 300 километров. И первая точка – деревня Байки. Мемориал для местных, место памятное. Среди всех выделяется пара, как выяснится позже, из Германии. Это место – это совсем нелегко для нас. Мы узнали о нем от девушки Ольги, она из Беларуси. И наша дружба с вами и пребывание здесь – это способ попросить прощения за все и сохранить мир. Около 120 жилых домов и построек были уничтожены. И здесь же сожжены почти тысячи человек. Причем трагедия затронула не только жителей этой деревни, но и соседних. Карателям было все время недостаточно. И говорят, что, пожалуй, единственный свидетель, живой тех зверств – это дерево. Движемся дальше, буквально сквозь чащу, даже подумав, что мы заблудились. Но нет, деревня Лески надежно спряталась. На этом месте и располагалась деревня. Здесь все было уставлено домами. То же самое и с противоположной стороны через дорогу. Но остался всего лишь один большой пустырь. Недушим. Правда, неподалеку все-таки вернулись родственники погибших. Восемь человек продолжили жить на этой земле. Столько машин и людей это чаще, кажется, не виделось с тех самых времен. Но в этот раз и все последующие обещания сохранить тишину. Очень тяжело находиться здесь. Физически тяжело находиться и эмоционально. Потому что все равно ты пространством считываешь этот энергетический провал здесь. Участвует много людей. Это очень радует, что люди читают историю. Помнят о том, что происходило в это плохое время, когда наших людей сжигали, устраивали геноцид. Из Каменецкого района поджабинку в деревню Дремлево. Час дороги. А там чисто поле. В центре лишь рукотворный насыпной курган. А перед ним памятник из трех женщин разных поколений, оплакивающих погибших. Он затронет сердце каждого, но одной из присутствующих особенно. При одном взгляде слезы Вере Самсоновне Кирильчук 88 лет. Говорит плохо, но помнит точно. А еще ребенком все видела и слышала. Крики взрослых и детей, запах дыма она слышит каждый раз, приближаясь к этому полю. А та самая обездвиженная женщина в камне – родная бабушка. У креста в ее память внучка попросит оставить наедине. А мы отправимся дальше, в закатное солнце. И проложим новый маршрут уже на следующей неделе в Пинский район. И дальше, чтобы об этих судьбах маленьких деревень узнали как можно больше белорусов. Дарья Ищадим, Александр Зонов и Владимир Казиятко. Наше время. История не знает сослагательных наклонений. Впрочем, как и спорт тоже. Наши биатлонисты добежали до Мурманска. Там в последние дни было жарко. Атлеты в очередной раз доказали спортивные результаты вне политических табу и амбиций. В столице Заполярье разрешилась интрига главного биатлонного старта. Кубок Содружества – наш. Антон Смольский – лучший. Сочи, Уфа, Раубич и Мурманск – уверенное победное шествие белоруса на всех этапах Кубка Содружества. Да и в целом наши отрезали солидный кусок призового пирога. Но главное здесь, пожалуй, другое. Речь о подготовке спортсменов и уровне соревнований. Это уже второй сезон репрессий для белорусских и российских атлетов. Да, мы не выступаем на чемпионатах и Кубках мира. Но кому от этого хуже? Норвежцы скучают по этапу Кубка мира в Ханты-Мансийске. Моим подопечным не хватает соперничества, ведь расти можно только соревнуясь с сильнейшими. Так недавно прокомментировал дискриминацию МОК и IBU тренер норвежской сборной по биатлону. Неоднократно об этом высказывались и топовые спортсмены. Но у западных функционеров свои правила спортивной борьбы до трех не считают. Сначала бьют, потом разбираются. А может и не разбираются. Пока это реальность. У них свои турниры, у нас свои. Андрей Бондаренко о спортивной борьбе и победах в новом формате. Заключительный в этом сезоне этап Кубка Содружества поистине уникальное событие в биатлонном мире. В середине апреля сложно представить более идеальное место для проведения соревнований. Мурманск принимает биатлон спустя долгие годы. Когда-то здесь проводились чемпионаты России, но было это примерно 10 лет назад. И вот в эти дни Заполярье встречает топовых биатлонистов современности. Приятно, что Анна Соло выиграла спринтерскую гонку и наш гимн зазвучал очень убедительно и громко. Аня очень гордо взошла на пьедестал, в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного. Соло, как и Динара Смольская, совсем недавно стала мамой. Но обе спортсменки вернулись в большой спорт, чтобы радовать своих болельщиков. А болельщиков у белорусских биатлонистов достаточно. И расстояние – это всего лишь расстояние. Кажется, что в Арктику прилетели болельщики из всех уголков Беларуси. В этом году решили поддержать нашу национальную команду. Были в Уфе и вот второй раз в этом сезоне приехали в Мурманск. В следующем году, я думаю, что будет побольше выездов. Соберем побольше друзей и приедем поддерживать нашу команду. Кубок Содружества по биатлону за два сезона стал отличной альтернативой Кубку Мира, куда наших спортсменов отказываются допускать. Соревноваться там точно стало скучнее. В отсутствие белорусов и россиян, да и есть ощущение, что зрительский интерес к мировому биатлону там тоже упал. Болельщика ведь не обманешь. Условные Смольские и Латыпов, которые и оспаривали победу в Кубке Содружества, на Кубке Мира точно шли бы в верхней части общего зачета. Да и белорусские и российские девушки тоже бы не затерялись, потому что даже после победы могут оставаться недовольными своими результатами. Это ли не показатель силы и класса? Хотелось бы, чтобы стрельба где-то была чисточку получше, потому что ходом, в принципе, на протяжении сезона держалась неплохо, но стрельба все-таки нуля подводит. То же самое сегодня, блин, там понимаешь, что один промах меньше и была бы совершенно другая картинка. Этот сезон для биатлонистов получается непривычно затяжным, и чтобы соревноваться в середине апреля нужно искать внутренние резервы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но нужно терпеть, стрелять и бежать, ведь на тебя приходят смотреть люди, болельщики. Основное внимание на заключительном этапе Кубка Содружества было приковано все же к мужчинам. Перед началом соревнований Антон Смольский опережал Эдуарда Латыпова на 25 очков. Преимущество не самое большое, но все же оно было. Спринт Латыпа пробежал лучше Антона, и перед последней гонкой оставалось всего 11 очков преимущества. На мастарт Антон выходил, как на последний бой. Судьба ему точно задолжала в прошлом сезоне, когда в самой концовке лидер нашей команды заболел. И сегодня он был сам хозяином своей судьбы, и на дистанцию выходил только с одной целью. Думаю, легко догадаться, с какой. Антон долго шел к этой победе. Сегодня на лыжне пришлось очень тяжело. Трасса была разбита после женской гонки. Здесь уже решало не только мастерство, а на первый план вышли морально-волевые качества. Слышал нашу поддержку Смольский или нет, но мы болели во всю мощь. И Кубок Содружества сегодня в копилке нашего биатлониста. Антон Смольский – триумфатор этого сезона. С этой яркой победой Антона Смольского поздравил Александра Лукашенко. Президент никогда не скрывал своей любви к спорту. И когда победа яркая, эмоциональная, и тем более заслуженная, то и похвала обязательно будет. Антон Смольский – триумфатор «Смольский»! Возможно, в прошлом году это было как опыт. И до этого года мы сразу приняли определенные меры и смогли подойти к соревнованиям в оптимальном состоянии. Общий зачет у женщин выиграла Ирина Казакевич. Напомним, что в минувшем сезоне обладательницей трофея была Динара Смольская. Но это спорт, и только в серьезной конкуренции можно добиваться серьезного результата. В Мурманске мы увидели классные пиатлонные гонки. Еще раз убедились в том, что Кубок Содружества является отличной альтернативой международным соревнованиям, куда белорусов и россиян пока не допускают. Что касается самого турнира, уровень очень высокий. Спортсмены показывают действительно классные результаты. И зрительский интерес говорит сам за себя. И приятно, что на Кубке Содружества в календаре в соревновании нашлось место и белорусским раубичам. Этот вид спорта в нашей стране тоже очень сильно любят. Скучать долго без биатлона болельщикам не придется. Новый сезон стартует уже в сентябре, ну а этот завершен на яркой и триумфальной ноте. Андрей Бондаренко, Алексей Шаплов из города-героя Мурманск. Специально для программы «Наше время» телеканал ОНТ. И в завершении история про холодный лед и горячую поддержку. Финальная игра Республиканской хоккейной лиги. Титульный раунд за звание чемпиона, где, впрочем, нет своих и чужих. Клюшки скрестили команда президента и дружина Минской области. Плотная игра из обилия шайб и главный трофей по итогам двух матчей у президентской команды. Но это, пожалуй, тот случай, где соперничество не ради медалей и кубков, а ради эмоций и красивой игры. И вот самые эффектные моменты этого выразительного поединка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот такими во многом космическими получились для страны каждого из нас эти 7 дней. Пусть будет не только космос наш, но и наша Земля, мирная и родная. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА